Хей, хей, хей! Всем привет, пилоты! С вами пилот Меха Чинаски и сегодня мы с вами играем в замечательную игру под названием Суперкласс. Друзья, прямо сейчас у вас на экранах топ-комментарий из предыдущего видео. Если вы хотите попасть в следующую подборочку, нет ничего проще. Ставим лайк, подписываемся на канал, пишем комментарий и зип. Блин, я, если честно, думал, что уже открою ящик за арену, но ничего. Ничего страшного. Итак, сегодня у нас с вами есть чем заняться, ребят. Вышло обновление в Мехах. Я сразу вам его, конечно же, показываю. То, что нам выпал Эпик, это как бы... Я даже не буду комментировать, это стандартная ситуация. Давайте прежде чем пойдем... Хотя ладно, пофиг, пошли сразу на портал. Потому что, ребята, в этот раз ввели не только новую пушку, но и еще совершенно новый статус пушки, можно сказать, характеристику. Давайте же посмотрим, что у нас здесь будет. Я сразу иду на бой. Сразу вам показываю танка. Вот такой будет танк. 377 урона. Ваншоты на изи. Так, я даже потише сделаю. И показываю джип. Просто, чтобы вы понимали. А дальше мы увидимся с вами уже на боссе, потому что, ну, я думаю, что вы понимаете, здесь все можно будет почти что сразу же ваншотать. Итак, босс. Ну, как-то так. Как видите, с фулл хп я дошел до главного босса. Это показывает, что, ребята, по сути на вот самом первом уровне пройти может абсолютно кто угодно. Я просто не представляю, какой плохой надо мех иметь, чтобы не пройти на этом уровне. Как видите, я всего потратил здесь 95 хп за весь портал. И, ну, понятное дело, что за этот портал вы вряд ли получите новую пушку. Шанс довольно-таки маленький. Просто сейчас посмотрим, но шанс реально мизерный. Потому что за этот портал, именно на первом уровне почти никогда пушка не дается. Идем на сложный уровень сложности. Вот здесь уже будет поинтереснее, друзья. И получить пушку шанс уже становится намного выше. Итак, ну, в принципе, мы сразу же видим так, что по большому счету за два выстрела можно также уничтожать противника. То есть это особо проблемы не вызывает. Сейчас также вам покажу джип. И потом мы с вами пойдем сразу на босса. Да, почти что ваншот. Но, то есть, видите, разница особо небольшая. Единственное, что дэмэдж у них стал больше. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Погнали на босс. Здесь мне не особо повезло с ящиком. И, как видите, то есть мне выпали на энергию и на тепло. Ни одного хила. Ну, посмотрим. Возможно, даже с 700 хпшками я смогу его развалить. Давайте постараемся, по крайней мере. Так, тысяча урона. В принципе, блин, ребят, я думаю, что мы даже с таким количеством хп спокойно затащили. Да, это было довольно-таки легко. Получаем свою награду. И сейчас я, конечно же, также вам покажу и безумный уровень сложности тоже. Я не знаю, смогу ли я его пройти, потому что это уже, ну, более хардкорно, скажем так. Здесь нам ничего не выпало. То есть, новая пушка не выпала. И давайте пойдем на безумный уровень сложности и посмотрим, что нас будет ждать здесь. Даже получил 20% хпшки дополнительные на всякий случай. Я не думаю, на самом деле, что у меня получится выиграть здесь, потому что, ну, хотя, может быть, с помощью токенов. И то вряд ли, потому что здесь реально очень мощный робот. Но посмотрим. Возможно, что-то из этого даже у меня и получится. Давайте смотреть. Так, ну, по сути, мне танк сносит 600 хп, ребят. Это, конечно, много. Я уверен, что мы не сможем пройти без использования токенов. Но, возможно, мы сможем пройти с использованием токенов, соответственно. Не знаю, пока. Давайте посмотрим. Посмотрим. 1700 сейчас у меня. Я уверен, что до ящика мы сейчас доживем. То есть, по идее, джип и этого чувака. Так, мы тоже уничтожаем. Но посмотрим, получится ли в итоге сделать все как нужно. 1300 остается. Давайте посмотрим, что у нас по танку. Ну, и, конечно, огромный плюс это то, что мы с вами получили дополнительную работу. С нее, я думаю, было бы крайне тяжело. Так, ваншоту нет. Блин, вот это... О, май гад. Ребят, это плохо. Это минус дополнительный 400 урона. Конечно, печально. Реально, очень сильно печально. Но ничего. Так, если хпшка, то это будет очень хорошо. Не хпшка. Ну, вот у нас и первое поражение, ребята. И сейчас у нас с вами будет... Блин, проблема основная в том, что есть такой шанс, что мне придется потратить больше токенов, чем мне за это дадут. Как вы понимаете, есть такой реально довольно сильный шанс. Ну, у него 600 кп. Окей. Ладно, давайте попробуем. Мне даже самому интересно. Тратим токены, ребят. Тратим, пофигу. Да, я понимаю, что их лучше потратить на премиум паки, на все такое. Но я хочу, чтобы вы видели, чтобы вам было интересно. Все для контента, ребят. Все для контента. Так. Найтфол. Ну, а следующий ход мы его, по идее, добиваем. Сколько у меня останется в хп? Сколько он мне снял? То есть, 800 кп он мне снял. Ну, можно жить с этим, ребят. В принципе, с этим можно жить. Я так думаю, что по большому счету это не особо большой дэмэдж. Хп, плиз. Еее. Вот это очень хорошо. Смотрите, мы сейчас убиваем этого. Восстанавливаем себе хпшку. Убиваем следующего. И, возможно, даже... Ну, нет, скорее всего, мне придется все-таки еще раз использовать... Вот. Скорее всего, не придется. Есть у меня такое ощущение, что придется. Найтфол. Так. Ну, да, и здесь мне придется... Блин, вот обидно. Если бы не этот ход, то, возможно, что было бы еще проще. Так. Добили. Ну, погнали! Погнали! Этого я сейчас по-любому добиваю. Это будет легко, потому что у меня почти фулл хп. Слушайте, есть шанс на самом деле без токенов пройти. Есть небольшой, но все-таки имеется. Погнали. Фух! Ну что ж, смотрим. Это бессмысленно. Тогда используем Найтдигл. Сразу же вносим неплохой дэмэдж. Он использует снова эту пушку, которая отдаляет меня. Придется снова использовать Найтдигл. Вносим дэмэдж с дрона. И он снова использует эту пушку. Для меня это, в принципе, нормальный вариант, потому что он тратит на это... Ну, ход на телепорт. Для меня это хороший, блядь. И у меня остается 1400 хп. Ну, давайте посмотрим, ребят. Все зависит сейчас от... Ну, я думаю, что мы победим скорее. Хотя 2500... Блин, ну у него много хп. У него реально очень много. Ну, давайте спробовать. Я не сдамся. Я не сдамся. Погнали. 1400 у него остается. Он вносит. Блин, ну на следующий ход у меня... Блин, все, это проигрыш. Проигрыш, я не могу никак не вывести. Потому что, смотрите, 200 и добивает. Да. Ладно. Тогда, собственно, мы снова тратим с вами токены, ребята. Я уже начал. И я не сдамся. Погнали. 2500. Здесь он уже ничего сделать не сможет. По-любому. Так, дрон не сработает. Поэтому я Nightyggle использую. Погнали. 2000 у него остается. Я здесь использую дрончик. Использую Nightfall. Было бы классно, конечно, прямо сейчас с этого боя получить новую пуху. Я бы вам ее сразу показал. Но если даже я ее сейчас не выпью, то я ее выпью и покажу вам все равно. Это однозначно, ребята. Для вас я готов постараться. Так. Добиваем. Метабластер готов. И что у нас с вами получается в награду? Ну-кась. Смотрим. Миссия закончена. Ну, давай. Хочу уже посмотреть. Так. 9. Это все понятно. 10 токенов. И... Есть. Sacrifice Cannon, ребята. Вот это новая пушка. Сейчас мы будем ее с вами тестить. Конечно. Как же без этого? Потому что она добавляет реально кое-что новенькое. И мне интересно будет на это посмотреть. Вот она, собственно. Как видите, здесь есть новая характеристика. Получается обратный выхлоп. Ну, погнали. Давайте ее затестим. Мне реально очень даже любопытно. Можем даже прокачать ее до легендарки, если честно. Мне кажется, это будет довольно забавно. Посмотрим, как она будет работать. Кстати, насчет прокачки. У меня здесь вообще-то я готовился и совсем про это забыл. Смотрите, что еще я хочу сделать. Так. У меня здесь есть вот, например, вот эта штуковина. Берем. Берем вот это. Улучшаем. Получаем. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Получаем мифический хит-энджин. Я думаю, что пригодится в хозяйстве. Почему бы и нет? Так. И заодно можно еще сделать вот такую тему, в принципе. Я понимаю, что можно было бы прокачать пауэр-юнит еще сильнее. Но, ребят, мне очень тяжело их прокачивать. Потому что они требуют очень большого количества вещей. Поэтому я не буду этим заниматься. Лучше так уж прокачаю. И получаем с вами офигенный буст хит-энджина. Это супер. Так. Ну, что? Теперь давайте займемся новой пухой. Где она у нас? Сакрифайс Кэнон. Так. Что-то у меня подглючило. Немного, я смотрю. Сакрифайс Кэнон. Вот она. Берем. Прокачиваем ее сразу же до максимального уровня. И прокачиваем ее до легендарки. Просто для того, чтобы повысить ее характеристики. Я пока не знаю, вообще буду ли я ее использовать, ребята. Но просто ради интереса, чтобы посмотреть, как она выглядит. И как она будет работать. Итак, как же работает, собственно говоря, обратный выхлоп. Давайте смотреть. Берем эту пушку. Вот она у нас. Отлично. И погнали на какой-нибудь... Не будем, конечно же, на арене тестить. Это абсолютно глупость. Кстати, я вот сейчас думаю, что, возможно, обратный выхлоп завязан на хп-шке, ребят. Поэтому, возможно, мне стоит сюда поставить что-то более слабое. Например, вот такое, чтобы у меня было поменьше хп. Во, 358, это хорошо. Погнали. Давайте смотреть, как же это будет работать. Пошли на какой-нибудь не сильно такой серьезный уровень. Например, на вот этот. И сейчас мы с вами взглянем, как работает обратный выхлоп. Итак. Вот эта пуха. О, она, кстати, работает только на единичку. Если что. Ага, интересно. Значит, просто ради любопытства, во-первых, тестируем, как она работает. Ну, неплохо, в принципе, отталкивает. Наверное, это забавно. Но сам факт в том, что обратный выхлоп, он работает еще и таким образом, что он завязан на хп, как я уже сказал. Смотрите, сейчас вам покажу. Выключаем двигатель. Он нас дамажит. Как видите, сейчас я пока еще могу использовать sacrifice cannon. Включаем двигатель. Так. Давай дальше дамаж. Блин, у него только по два использования. Блин. И, возможно, что даже... Ну, ладно, он будет топать на меня тоже, нормально. Так, еще раз. Еще раз. Пока все еще могу использовать эту пушку. Пока все еще могу. Если я правильно понимаю, конечно, возможно, я не совсем правильно понял, как это работает. Но если я правильно понимаю сейчас, когда у меня будет меньше... Так, это минус 84. Или стоп, или она меня дамажит на минус 84. Так. А-а-а-а! Блин, так вот как это работает. Меня эта пушка дамажит на 84. Слушайте, забавно. Так, интересно, а как она работает именно на мощных уровнях? Давайте сейчас проверим. Отсюда мы выходим. Это не имеет значения. Давайте возьмем обратно наш, ну, как бы крутой торс. Вот этот. Виндига. И погнали на какой-нибудь более прокачанный уровень. Не на самый последний, потому что там все-таки еще... Все слишком хардово. Погнали, например, на вот этот. В принципе, почему бы и нет. Не туда нажал. Сорян. Погнали, посмотрим чисто ради интереса, как это будет выглядеть. Итак, вот мы сражаемся с энерго-роботом. Так, и она работает, как видите, на дальности. То есть на ближайшей дальности ее невозможно использовать. Так, 600. И сколько? Ну, я нанес, получается, 400 урона где-то. Даже 300, можно сказать. А эта пушка наносит. Слушайте, я пока что-то не очень понимаю, но, по-моему, это полная фигня какая-то. Одно использование дамажит тебя. И плюс еще... Ну, может быть, она на мифике покруче. Я обязательно вставлю вам, как она выглядит на фулл мифике. Тоже, чтобы вам было интереснее, чтобы вы понимали, как это работает. Но на данный момент эта пушка кажется мне слегка отстойненькой, мягко говоря. Я ее, конечно же, снимаю. Мне она на данный момент вообще не нравится. Но... А, стоп. Стоп, 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 стоп. Она... Сейчас. Я, может, что-то не понял? Сейчас. А, нет. Да, странно. Я почему-то... Просто она очень мало весит. Вот в чем вопрос. Она реально весит очень мало. 24 веса в сравнении с 65-49 там. То есть вы сами видите. Но все равно смысла в ней я особого не вижу. По крайней мере, на данный момент. Итак. Погнали. Теперь еще покажу несколько вещей. И, в принципе, я думаю, что можно уже будет заканчивать. Не забываем, ребят, подписываться, ставить лайки. Все, это очень важно. Вступать в клан Чинаски Пауэр. Как видите, у нас тут черепки просто осадили, можно сказать, весь клан. И погнали. Посражаемся на войне. Как же, собственно, без этого? О, как раз у меня есть три боя. Поехали. Поехали. Посмотрим, что к чему, как все сработает. Война это реально одно из самых важных событий в жизни клана, ребят. Потому что дается очень важные артефакты, которые реально помогают очень сильно в прокачке. И именно священных вещей. Это действительно очень важно. Поэтому я стараюсь во всех войнах, естественно, участвовать. Пока еще ни одну не пропускать. Итак, добиваем. Найс. Неплохо. Идем против следующего. Здесь, в принципе, не особо важно, сколько я набью. Потому что это, в любом случае, будет лучший результат. Если кто-то захочет, он потом это исправит. Но, конечно же, лучше набивать по максимуму, чем ты хочешь, понимаешь? Тем, соответственно, будет полезнее для клана. Так, подрубаем теперь снова дрончик. И подрубаем аннигиляцию. У меня здесь есть еще... Вообще кайф. Это красиво. Это будет красиво. У меня есть еще френтик блюд, который мы тоже, конечно же... Очень удачно сейчас получилось. Окей. Берем с аннигиляции. Он подробовить использовал. А может сейчас? Да. Это его. Хотя, в принципе, это в любом случае. 700 демеджа. Почему всегда так не бывает? Блин, это все реально офигенно. Готово. Сколько процентов? Сколько процентов? Процентов 89. Ну, сойдет. Сойдет, ребят. Кто у нас тут еще с первым энерго? Блин, там тепловые. Это не самый... Блин, они все тепловые. Окей, ребят. Это я тогда сделаю вне видоса. Потому что мне надо будет перестраивать роботов. Первых ставить тепловыми. Потому что, как вы видите, там в основном именно такие. Ну что ж. Я думаю, напоследок можно сходить на арену. Один бой буквально сыграть. Чисто ради интереса. Потому что на пятом ранге я редко вам показывал, как сражаюсь. Выглядит не особо сложно. Но у него очень мощное физическое сопротивление. Вот это не особо хорошо. Ну, погнали. Давайте попробуем развалить. Посмотрим. У него много хп. Блин, и сопротивление, конечно, тоже очень сильное. Он чисто за счет этого может быть. Так, 400. Спартан Гернедж. Ну, да. Ребят. Это печально, когда я наношу 200 урона. А он наносит 400. Ну, это конкретно антифиз сборка. То есть, как видите, на пятом ранге, когда ты сражаешься один на один, очень многое зависит именно от того, повезет тебе или нет. Здесь уже даже не логика играет, а чисто везение. Повезло попасть. Вот повезет мне на энерго попасть, и я выиграю на изи. Повезет попасть... Точнее, не повезет попасть на теплового или там антифиза. То, соответственно, сорян, проигрываю. Тут уж чисто везение. Ну что, ребят, давайте последний бой. Также напоминаю вам подписка, лайк, колокольчик. Все это с вас, я надеюсь. А с меня продолжение какого-нибудь интересного и классного контента. Сразу передвигаю его сюда. Как видите, это тоже антифиз сборка. У него довольно сильное физическое сопротивление. Плюс 3000 хп. Блин, откуда такие вообще берутся? Ну, это чисто, опять же, цикло, ребят. Вот эти ноги не дают мне покоя. Я не знаю уж, когда я смогу получить. Я уже молюсь буквально, чтобы они у меня были. Но пока что никак. Так, у него священные мифические, мифические, мифические. У него только, кстати, одна... А, нет, две вещи священные, да? Такой себе мог бы быть. Типа, круче, священник. Что-то он пропускает. Вот я смотрю. Для меня это, конечно, неплохой результат. Хорошая фора. Потому что сейчас я могу подрубить дрончика и сразу снайфула вдарить. Это нормально. Потому что, как видите, я сейчас немножечко шансы уравнял. Ну, ты будешь ходить или что? Здорово. Ходи. Что-то он тормозит, ребят. Ну, это не совсем, конечно, интересная или честная победа. Это довольно... Не знаю, что он решил тормозить. Ну, а, нет, вот, очнулся. Тогда все норм, ребят. У нас фора есть небольшая. У нас есть небольшая фора. Это нормально. Так, здесь я, конечно же, использую вот такую фишечку. А дальше... Иди, вот. Смогу ли я его уничтожить за один ход? Нет, а он меня сможет. Ну, видите, даже с форой. Если у вас зекло, ребят, это вообще не имеет значения, что у вас там. Кроме этого, слушайте, а я, может быть... Знаете, что я сейчас делаю? Я сейчас делаю риск. Он, скорее всего, телепортнется. Но у меня будет... А, у него такая-то чрезвычайная. Ну, да. Ну, я рискнул, но ничего нельзя будет. К сожалению, зекло, это такая имба, против которой сложно как-то противостоять. Ну, что, ребята, лайк, подписка, спонсорская подписка, если хотите, по ссылке в описании. А я на сегодня буду заканчивать. До скорой встречи, дорогие друзья. Новая пушка такая себе. Но пишите свое мнение в комментариях. С вами был Ченаски. До скорой встречи. Пока-пока. А самое главное, дорогие друзья, хочу сказать большое спасибо красавчикам, которые поддержат меня с помощью спонсорской подписки. Дорогие друзья, эти ники на экранах. Запомните их и присоединяйтесь.